Пришел мэр, может быть он сделает? Как насчет заявления, мэр? Слушай, не приставай ко мне. Ладно, ладно, я молчу. Вы не видели шерифа Хартвелла? Как вам сказать, здесь столько ползает таракан? Подождите минуту, как насчет заявления для прессы? А то у нас выпуск через 20 минут. Мне нечего сказать. А что вам известно о побеге? Где он взял пистолет? Как им удалось бежать? Ребята, не так быстро. Как все это повлияет на голоса избирателей? Как может такое незначительное недоразумение повлиять на благоразумие граждан нашего города? Господин мэр, существует ли действительно красная угроза? Как вам удалось упустить Уильямса из своей резиновой тюрьмы? Вы осознаете промашку, которую допустили? Или свалите вину на кого-нибудь еще? Есть ли доля правды утверждения, что вам зарплату платит Сталин? Сенатор говорит, что вы спите в красных трусах. Не забывайте, что я мэр этого города, Хартвелл. Ты мне нужен. Где он взял пистолет? Господин мэр, ожидаете ли вы завтра выступления красных радикалов? Нет никаких красных радикалов. Губернатор говорит, что ситуация требует ввода милиции. Можете меня процитировать. Все, что говорит губернатор, сплошная ложь. Привет, Джейк. Даю тебе свежие заявления губернатора. Он говорит, что мэр и шериф проявили себя, как два восьмилетних глупца, играя с огнем. Можешь дальше процитировать его? Городу крупно повезло, что в следующий вторник состоятся новые выборы, тем самым освобождая людей от обременительного импичмента мэра и шерифа. Вот и все, я перезвоню. Приятно было с вами снова увидеться, мэр. Извините, ребята, я очень занят. Что говорят по телевидению? Может быть, это вы организовали побег? Я? Нет, я обнарушил его. Кого? Уильямса где? Я только что отправил туда взвод. Почему же вы сразу не сказали? Взвод снайперов уже отправлен. Мы должны их догнать. Останься, пожалуйста, Фред. Шериф, твоя карьера окончена.